Добрый день, дорогие друзья! У меня есть один вопрос. Как вы думаете, почему большинство наших русскоязычных, проживающих на Филиппинах, заказывают товары через Лазаду? Мне такой вопрос задал мой товарищ. Знаете, что я ему ответил? Наши заказывают товары через Лазаду, так как желают получить кирпич. Кто давно интересуется Филиппинами, наверное, вспомнили, как несколько лет назад, может, 4 года назад примерно, один из наших соотечественников заказал телефон для своей супруги, и вместо телефона ему прислали кирпич. Потом кто-то еще заказывал то же самое, что там положили, но не тот товар, который должен был находиться внутри. И буквально недавно, в конце прошлого года, один из наших соотечественников, проживающих в Негросе, заказал какой-то товар, но вместо товара прислали какую-то клюшку или что-то подобие этого. По-моему, кей для игры в бильярд. Я сказал товарищу, лучше, конечно, задать этот вопрос нашим соотечественникам, кто заказывает. Я не знаю ответа. Правда, у меня был опыт. Когда я жил в Турции, я решил заказать телефон для моей тещи. Сделал заказ, оплатил. Не знаю, сколько времени прошло. Может быть, месяц примерно, я точно не могу сказать. Приходит ответ, что мы не можем доставить ваш товар в нашу деревню. Естественно, я сделал возврат. Тоже не помню, через какой промежуток времени они вернули деньги. После этого я не решаюсь заказывать в Лазаде. Ну и на всякий пожарный случай посмотрел информацию про Лазаду. Кто является собственником и так далее и тому подобное. Оказывается, собственником Лазады является компания Алибаба. Ну, вы все знаете, что такое Алибаба. Естественно, возникает вопрос. Зачем Алибаба создала дочернюю компанию Лазады? Для чего? Ну, все-таки идут какие-то определенные расходы. Имею в виду рекламы и так далее и тому подобное. Мне недавно один из моих рабочих, вернее, даже карпентер наш, сказал, что нужно приобрести то-то, то-то, то-то. Если более точно, типа автоматическое устройство для того, чтобы отключалась вода в насосе. И когда нужно, при открытии экрана, значит, вода будет подаваться в систему. Он мне сказал, что в шопе стоит, это 500 песо, а где-то в магазине чуть дороже. Я пока не заказал этот товар, а у меня получился такой экспириенс, такой опыт. В прошлом году мы оставили сумку, пакетик, когда пересадку делали в одном из аэропортов. И в этом пакетике лежала зарядка, зарядка от ноутбука ISIS. В Турции я искал, не мог найти, что-то подходило, но болталось там. Имею в виду, неплотное соединение было с ноутбуком. И вот я заказал в Алибаба, потому что больше я не нашел, где можно заказать. Проходит время, не знаю, недели, две, три, может быть, или больше. Мне приходит сообщение, email даже, что вы не оплатили. Я точно знаю, что я оплатил, потому что я нет-нет просматриваю мой аккаунт. Была оплата. Там 60 долларов с копейками выслал. Я захожу, хочу найти customer service. В общем, выхожу, значит, на сейлеров. По крайней мере, так идет по программе. Захожу на чат. А там на чат не просто зайти. Надо вот этот товар взять. Потом еще что-то, еще что-то на него нажать. И по нему они потом узнают. То есть по твоему заказу и так далее, и тому подобное. Я им написал, дорогие товарищи, я отправил деньги. Такой-такой-то банк. Вот вам скриншоты и так далее, и тому подобное. Они мне отвечают, вы забудьте, все нормально. Но DSL не отправляет вам посылку. Нам пришел возврат. Я им отвечаю. А вы, пожалуйста, свяжитесь тогда с другой какой-то компанией. Потому что я посмотрел, у DSL нету здесь своей ветки, бранч, кто обслуживает наши деревья, наш район. Движитесь с другой почтовой службы, чтобы доставили. Я говорю, мне с Америки доставляют где-то около четырех разных компаний, я имею в виду, занимающие почтовым сервисом. Они говорят, нет, мы не можем. А первый раз они написали, чтобы я сам связался с DSL. Я говорю, а что мне делать нечего? Ну, я даже, честно говоря, и связался. В общем, в итоге они мне прислали сообщение, а все это по чату идет, живой чат. Ну, отвечает не сразу, видать, у них тоже много людей обращаются. И они мне пишут, что мы от DSL получили сообщение, у них вот нету здесь, как говорится, ветки свои, они не могут доставить по нашему адресу. Я стал проверять, чем же отличается Шопи от Лазады. Лазады – это тоже Алибаба. Оказывается, во втором квартале 2022 года, эта информация была опубликована 23 декабря, 23 года, филиппинцы обращались, значит, в Шопи 72 миллиона раз. А на площадку Лазады заходило 37 миллионов посетителей филиппинцев. Вот вам и ответ, что филиппинцы больше обращаются в Шопи, чем в Лазады. В Шопи, судя по той информации, которая опубликована в интернете, принадлежит компании, дислоцирующейся в Сингапуре. Мне мой товарищ задал и второй вопрос. Вернее, он сказал так, ну, все в Лазаде покупают, короче, что ты там в Америке покупаешь? Патриот, что ли? Во-первых, многие товары производятся в Китае. Общеизвестно, что товары, которые производятся в Китае и предназначены для Японии, к примеру, они более качественные, чем для России, для стран Африки, ну, естественно, Филиппин. В том числе товары, которые продаются или заказаны компаниями Соединенных Штатов, они тоже более качественные. В США есть комиссия по безопасности продуктов. Как я понял, она занимается проверкой. Ну, и, скорее всего, есть санкции определенные. Если товары будут некачественные, санкции именно той китайской компании. Даже, вот я недавно читал одну статью, комиссия по безопасности продуктов, и продукции, вернее, уведомила онлайн-площадку, которая расположена в Соединенных Штатах, что они будут нести ответственность за качество товаров, которые, в том числе, были произведены в Китае. Поэтому, то, что произведено в Китае для России, для Афганистана, Пакистана или же Арабских Эмиратов, Филиппин и другой страны, качество будет намного хуже, чем товары, которые произведены для продажи в Соединенных Штатах Америки. Мне, кстати, недавно в комментах один из интернет-троллей предлагал послать посылкой велосипед для моего сына. Я так предполагаю, что, скорее всего, через Лазаду. Кроме этой компании, видать, наши статички ничего не знают. Я, естественно, поблагодарил этого человека, сказал, что не надо. Ну, вы сами понимаете, если вам посылают интернет-тролль, ну, как от него можно получать подарки? Я сказал, если надо, мы сами приобретем. Хотя покупать велосипед для сына у нас желания нет. Обратите внимание, хейтер не предложил какое-либо учебное пособие для сына, а предложил велосипед. А велосипед является источником повышенной опасности здесь, на Филиппинах. Здесь нет каких-либо площадок, нет тротуаров, чтобы ребенок мог покататься. А если будет кататься здесь на дороге, ну, в один день случится что-то не очень хорошее. может быть, у хейтера, интернет-тролля, ну, были темные мыслишки. От хейтеров можно все ожидать, даже вот такую подлость в отношении маленького ребенка. На этом все, дорогие друзья. Счастливо, всего хорошего. Ставьте, пожалуйста, лайки, чтобы как можно больше людей могли посмотреть наше видео. Пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Упросил одну важную информацию для того, чтобы вы смогли сравнить Алибаба, Алибаба и та же Лазада и Шопи. Я заказал аналогичный чарджер, зарядку в Шопи. Стоимость 1450 филиппинских песо. Доставка бесплатная. У Алибаба аналогичный чарджер, зарядка стоила с доставкой 60 долларов, там сколько-то центов. Получается, в Шопи бесплатная доставка и чарджер, зарядка стоит меньше 30 долларов, а у Алибаба больше 60 долларов. Доставка платная. Я специально посмотрел, сколько стоит зарядка. В основном 30 долларов, есть 33-35 долларов. Все, это максимум. И самые дешевые 25 с копейками, то есть 26 долларов. Даже если допустить, что Шопи продает зарядку за 26 долларов, ну, меньше 30 долларов у них, 1450 разделите на 55. Вы это увидите. Не знаю, бесплатная доставка на все товары, в Шопи или нет, я не заказывал. Ну, вот, наверное, в будущем закажу. Может быть, если здесь в магазине не найду. Это автомат для подачи воды. В Америке, как я в предыдущем видео сказал, есть бесплатная доставка, если товар стоит 49 долларов. Но не на все товары. Когда заказываешь, выбираешь, там написано, что вот этот товар подпадает на доставку в Филиппины, если более 49 долларов. И нужно выбрать еще один товар, если у вас там дешевый получается, чтобы он тоже подпадал под эту категорию, бесплатную доставку. А если не подпадает, значит, придется платить. Субтитры сделал DimaTorzok